Дорогие коллеги, добрый день! Позвольте от всей души поприветствовать вас, к сожалению, онлайн, но тем не менее, и это для нас большая удача, на заседании секции, посвященной дискурсу. Сегодня в рамках пленарного заседания мы получили большое количество импульсов для развития наших идей в рамках секционных заседаний, и сейчас у нас появляется возможность начать обмен нашими научными идеями. Позвольте представить вам команду тех, которые будут руководить сегодняшним секционным заседанием и помогать нам осуществлять наш обмен идеями. Рядом со мной Дарья Вадимовна Горохова, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка в сфере юриспруденции, а также кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации МГИМО Одинцова. Меня зовут Виктория Олеговна Федоровская, я модерирую сегодняшнюю секцию, являюсь также кандидатом филологических наук, доцентом, и представляю здесь Институт лингвистики и межкультурной коммуникации Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Техническую поддержку на заднем плане, очень серьезную невидимую работу помогают выполнять два волонтера, это студентки переводческой магистрской программы МГИМО, о которой сегодня также мы уже слышали много лестных слов во время пленарного заседания, Сюзанна Турей и Светлана Крудова. Нас с вами ожидает очень плотная программа, и по списку заявленных докладов у нас 12 человек. Сейчас мы еще выявляем тех, кто старается присоединиться к нашему заседанию, но пока что у нас должен быть достаточно жесткий регламент. Я с большой неохотой употребляю слово «жесткий», но тем не менее таковы реалии, как говорил один из известных политических лидеров. Нам с вами выделяется по 10 минут на каждое выступление, и учитывая то, что по списку у нас пока 12 человек, к сожалению, у нас не будет на дискуссию 5 минут, мы ориентируемся в среднем пока на дискуссию по 2-3 минуты после выступления. Ну, может быть, у нас появится возможность как-то это время увеличить. Поэтому мы призываем вас максимально сконцентрироваться. Наши волонтеры будут всячески напоминать нам о необходимости соблюдать регламент. За 3 минуты до окончания выступления они будут писать в чат сообщение, и за минуту они также будут нам об этом сообщать. Мы помним о том, что такая замечательная конференция – это прекрасная возможность для обмена мнениями, поэтому давайте стараться оставлять хотя бы немного времени на дискуссию. И если вы не против, мы тогда приступим уже к нашей программе непосредственно и заслушаем первый доклад. Я очень рада приветствовать нашего первого докладчика, присутствующего здесь в конференции. Это Юлия Михайловна Сергеева. Юлия Михайловна является доктором филологических наук, доцентом, профессором кафедры грамматики английского языка Московского педагогического государственного университета. И мы будем рады, Юлия Михайловна, если вы сейчас откроете заседание нашей конференции. Добрый день, уважаемые коллеги. Я с удовольствием большим, конечно, начну наше заседание, нашей секции. Если вы мне разрешите демонстрацию экрана, я включу свою небольшую презентацию, которая, мне кажется, несколько оживит мое выступление, сделает визуализацию, поэтому, если мне права передадут, я постараюсь включить демонстрацию. Права уже предоставлены, попробуем еще. Спасибо, презентацию. Минуточку. Уважаемые коллеги, видна ли презентация на экране? В процессе загрузки. Подвиньте, это окно совместно использованного приложения. Я тут даже не знаю, что нужно сделать. А не могли бы вы опубликовать презентацию в чате секции? Тогда мы попробуем ее запустить с нашего компьютера, если это возможно. Если это позволяет ваши авторские права. Мои авторские права нисколько не нарушены, просто я даже не знаю, как бы это сделать. Для меня вот технически, технически это сложно. Мне казалось, что она видна на экране, нет. Я задерживаю вас, уважаемые коллеги. Может быть, тогда поставить кого-то впереди меня, и я выступлю уже второй или третий. А давайте попробуем, может быть, ее закроем и еще раз откроем, может быть, все получится. Ну, давайте попробуем. Вот такая. Не загрузилась, да? Пока нет. Вот так? Замечательно, все мы видим. Видно, да? Так, еще раз прошу прощения за такую задержку. Ну, давайте приступим. Как видно по названию моей презентации, в центре нашего внимания находится диалогическая коммуникация. Диалог, как форма коммуникации, предполагает восприятие, понимание и ответную реакцию со стороны собеседника. Но иногда в процессе диалогической коммуникации возникают такие ситуации, когда прагматическое значение, воспринимаемое адресатом, и смысл, подразумеваемый говорящим, в какой-то мере не совпадают. И в определенных контекстуальных условиях грамматическая вариативность структуры высказывания приводит к возникновению так называемой амбигуентности, двусмысленности, неоднозначности языкового выражения. Двусмысленность или ambiguity, термин, который используют наши зарубежные коллеги, это наличие у высказывания двух или более дискретных смыслов, которые проявляются одновременно или последовательно. Вот здесь, справа на экране, мы видим различные типы двусмысленности синтаксическая, семантическая, лексическая, прагматическая двусмысленность. Синтаксическая двусмысленность, которая сегодня будет находиться в центре нашего внимания, вызывается двумя факторами. Либо это синтаксическая структура высказывания, либо двунаправленный вектор референции. Что такое референция, мы узнаем из следующего определения. Референция – это актуализация высказывания в составе коммуникативного акта. Джон Сюль в своих работах выделял два типа референции. Когда говорящий производит референцию, ее объект недвусмысленно идентифицируется рецепиентом. И когда говорящий производит референцию, но референция не всегда однозначно идентифицирует ее объект. Референция – это субъективный акт. И для того, чтобы референция совпадала, нам нужно, чтобы говорящий и слушающий обладали неким общим прагматическим потенциалом. Чтобы у них совпадал, допустим, фонд общих знаний, на основе которых собеседники выводят какие-то, делают общие выводы. Но даже если при выполнении этого условия, при общности прагматического потенциала, у нас происходит коммуникативный сбой. Почему? Потому что возможно нарушение логико-синтаксической структуры высказывания. В результате чего происходит синтаксическая двусмысленность или амфиболия. Амфиболия вызвана двунаправленным референциальным вектором, когда один и тот же субститут может быть отнесен к двум различным объектам или субъектам. Давайте рассмотрим вот этот краткий диалог. Здесь видим в этом диалоге, что личное местоимение them может быть синтаксическим субститутом и существительного police, как в реплике Джона, так и существительного jumpers, как в реплике сотрудника метрополитена. Этот диалог взят из мини-сериала «Шерлок», третья серия первого сезона, когда Джон Ватсон помогает своему коллеге Шерлоку Холмсу расследовать один из трагических случаев на метрополитене. Двойственность интерпретации здесь дает дальнейший толчок к развитию диалога, который идет не в том направлении, как замыслил изначально Джон, расспрашивая сотрудника о причинах данного происшествия. Еще очень сложным таким моментом для интерпретации являются предложения, содержащие два или более предложенных словосочетаний. В этом случае один и тот же атрибут может быть отнесен к двум различным объектам или субъектам, как в этом мини-диалоге. В данном примере именное словосочетание «on a bicycle» формально может демонстрировать референцию к слову «man» и референцию к слову «dog», что ведет, конечно, к созданию комического эффекта с одной стороны. Но с другой стороны мы видим тут коммуникативную неудачу в диалогическом дискурсе, поскольку хозяин собаки не предпринимает ожидаемых от него действий по разрешению этой проблемной ситуации. Амбигуентность, следует сказать, в двух приведенных случаях разрешается с помощью построения деривационной схемы разбора предложения, так называемого «pass tree», когда можно проследить, куда направлен вектор референции и тогда уже сделать правильные выводы. Синтаксическая двусмысленность создается в английском языке и в том случае, когда наблюдается амонимия. Либо это амонимия грамматических форм прошедшего времени и причастия второго, либо это амонимия причастия первого, то есть причастия настоящего времени и имени прилагательного. Вот как раз последний случай мы видим на данном слайде. Is my bobbin trying? And the teacher answers. Yes, very. В данном случае амонимичность форм, trying как прилагательного и trying как причастия, создает двойственность интерпретации высказывания. Вот здесь разрешающим контекстом будет уже синтаксическая валентность. То есть валентность слова обязательно в том смысле, что устранение хотя бы одной валентности идет к изменению лексического смысла и смысла всего высказывания. Мы видим, что в реплике адресанта у нас идет причастие с глаголом. А в ответе учителя это идет прилагательное, уже с глаголом связкой. И содержащийся в ответной реплике учителя наречие very intensificator заполняет именно синтаксическую позицию прилагательного, что опять же создает комический эффект, но с другой стороны иллюстрирует коммуникативную неудачу. То есть мама, как адресант, не получает информации об успехах ребенка. Вот такая ситуация, которая вызвана, еще раз повторюсь, амонимеей грамматических форм. Следующий случай иллюстрирует прагматическую двусмысленность. Как она связана с референцией, как она связана с синтаксисом? Дело в том, что иногда грамматически и лексически однозначное высказывание может быть интерпретировано по-разному участниками диалогического общения. Зачинная реплика здесь может быть любым типом предложения, и ответная реплика реципиента может не совпадать с исходным прагматическим намерением говорящего. В таком простом диалоге. Говорящий задает общий вопрос, который обладает локультивной силой запроса об информации, подтверждения либо опровержения информации. Однако ответ на поставленный вопрос, как мы видим из ответной реплики, может быть истолкован двояко. Либо адресат не имеет банковского счета и открыто сообщает об этом, либо он имеет банковский счет, но по каким-то причинам уклоняется от прямого ответа. Вот здесь такая иллюстрация данной ситуации. Ну и, наконец, мы можем рассмотреть противоположный случай, когда интенциональное значение зачинной реплики может быть истолковано двояко. Вот это предложение. Здесь, опять же, мы видим общий вопрос, целью которого может быть либо запрос об информации, тогда собеседник просто выразит свое мнение по поводу действий третьего лица, либо это может быть побуждение адресата к действию, и тогда адресат предпримет какое-то действие по отношению, опять же, к третьему лицу. В данном случае мы видим, что дальнейшее развитие коммуникативной ситуации будет зависеть от совпадения или несовпадения прагматической интенции неговорящего и ее правильной интерпретации адресата. В заключение, уважаемые коллеги, мы можем сделать следующие выводы. Амбигуентность истолкование смысла высказывания становится триггером коммуникативной неудачи в ходе диалогического общения. Коммуникативную неудачу мы понимаем как неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего. Для устранения этой синтаксической неоднозначности нужен разрешающий контекст. Либо это построение деривационной схемы разбора предложения, либо это учет валентности слова как компонента высказки. Для устранения же прагматической неоднозначности нужна более-менее идентичность объема знаний и системы ценностей собеседников, чтобы они поняли друг друга и таким образом пришли к гармоничному развитию и завершению диалогического общения. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Буду рада ответить на ваши вопросы. Юлия Михайловна, позвольте выразить вам свою признательность за замечательный старт, который вы дали этой интересной темой в работе нашей секции. Дорогие коллеги, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы к нашему докладчику? Пока вопросы рождаются, я хотела бы уточнить у вас, Юлия Михайловна, скажите, пожалуйста, механизмы создания двусмысленности, они отличаются в случае, если она является преднамеренной, от тех, когда она является непреднамеренной? Или можно наблюдать какой-то универсализм в этом отношении? Спасибо за очень интересный вопрос. Механизмы создания двусмысленности одинаковы во всех ситуациях контекстуальных, но, конечно, интенции говорящего здесь разница. Если говорящий намеренно хочет создать двусмысленную ситуацию, он все равно будет использовать один из вот этих четырех механизмов. Но он уже будет делать это осознанно, вероятно, уже с подготовкой. Но чаще всего, конечно, в диалогическом общении амбигуэнтность возникает совершенно неосознанно. Таков просто хаотический, вот спорадический характер диалогической коммуникации. Все-таки хаотичность нашего мышления прежде всего отражается в создании такой вариативности истолкования смысла. Спасибо большое. Благодарю вас. Коллеги, пожалуйста, может быть, еще у вас какие-то есть вопросы? У нас есть возможность задавать вопросы в чате, и мы приглашаем вас этой возможностью воспользоваться. И тогда мы можем перейти, наверное, к следующему пункту нашей повестки. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте представить нашего следующего докладчика. Это Федоровская Виктория Олеговна, кандидат филологических наук, доцент Института английстики и межкультурной коммуникации Сеченского университета. Тема доклада «Наименование лица как базовая дискуссия и мессимагические фигуры в языке литературной критики». Дорогие коллеги, скажите, видна ли вам моя презентация? Дорогие коллеги, мой доклад посвящен дискурсивным исследованиям применительно германистики. И если говорить о междисциплинарном поле дискурсивных исследований, то на сегодняшний день оно претерпевает переосмысление различных теорий, которые в свое время послужили основой для его создания. В частности, трансформацию переживают и идеи Мишеля Фуко, которые повлияли на различные дисциплины, в том числе и лингвистику. И одним из примеров применения идей Мишеля Фуко в области филологических исследований является такой подход, который был разработан в немецкой германистике автором Гитрихом Буссе и называется он «Семантика дискурса» или «Дискодземантик». Сближают теорию Фуко и семантику дискурса прежде всего опора на понятие эпистемы. Причем Гитрих Буссе рассматривает это понятие в значении знания как такового в целом. И исходя из этой идеи, он трактует одно из базовых понятий концепции дискурса Фуко, «Энонсе» не как высказывание, а как сегмент знания. И в соответствии с этим дискурсы представляют собой уже системы формирования сегментов знания, которые регулируют условия возможности создания и появления в речи определенных суждений. Для характеристики сегментов знания Буссе используют предложенные в Фуко категории события, серия, регулярность и условия возможности. А на лингвистическом уровне сегменты знания выражаются феноменом, который Буссе называет базовые дискурсивно-семантические фигуры. «Дискурси мантиши грунт фигура». Итак, базовые дискурсивно-семантические фигуры являются содержательными элементами, которые структурируют дискурс. Они регулярно встречаются в текстах, относимых к определенному дискурсу, с устойчивым постоянством встречаются в текстах, которые образуют корпус этого дискурса, они образуют внутритекстовые и межтекстовые связи внутри дискурса, упорядочивают его и регулируют появление в определенных точках дискурса, определяют внутреннюю структуру дискурса, а также могут создавать и междискурсивные связи. Относительно языковой манифестации базовых дискурсивно-семантических фигур существуют также разные варианты, и вы видите, они представлены на слайде. То есть здесь нет какого-то конкретного закрепления за определенной лексической единицей. В своем сегодняшнем докладе я хотела бы рассказать о том, представить подход семантики дискурса применительно к анализу литературно-критического дискурса современной Германии. Во второй половине 20-го, начале 21-го века, большое влияние на конвенции этого типа дискурса оказывал Марсель Райхроницкий, ведущий литературный критик страны, руководитель литературного отдела крупнейшей газеты Frankfurt Allgemeine Zeitung, автор концепции и модератор самой известной и популярной в истории немецкого телевидения программы о литературе Das Literarische Quartet, создатель собственной версии литературного канона и вообще крайне популярная медийная личность. Райхроницкий преследовал своими основными целями популяризацию дискуссии о современной литературе, популяризацию литературной критики и усиление роли критика в литературном процессе. И на пути достижения этих целей он в значительной степени способствовал трансформации дискурсивных практик в этой области. Примером соучастия Райхроницкого в развитии литературно-критического дискурса является наименование лица Феррайса, которое мы рассматриваем как одну из базовых дискурсивно-семантических фигур в этой области. Семантика этой фигуры связана с уникальным стилем рецензирования Марселя Райхроницкого. Этот стиль заключался в том, что мнение формулировалось однозначно, то есть мнение о книге резко отрицательно или резко положительно, отсутствовала какая-то лояльность в отношении авторов и наблюдалась очень полемичная аргументация. Визитной карточкой Райхроницкого стали разгромные отзывы. И для обозначения этого вида отзывов в немецком языке существует Алексей Мартарес, которая образована от глагола феррайсен, означающего в прямом значении отрывать, а в переносном значении порицать. И сама Алексей Мартарес применительно к стилю Райхроницкого употребляется в большом количестве контекстов, она характеризуется рекуррентностью, частотностью и порождает самые разные нарративные смыслы. Так вот, в 1993 году Алексей Мартарес получил очень любопытное развитие благодаря выпуску журнала «Диашпитер», посвященному франкфуртской книжной ярмарке. Вы видите на слайде обложку этого журнала, и она стала уникальной во многих смыслах. Во-первых, на обложке впервые был представлен «Литературный критик», но он изображен, как вы видите, в образе бульдога. Бульдог держит в зубах страницу из книги, и, соответственно, мы видим здесь интересную концептуализацию понятия «критик». Критик представлен в образе животного, который не может оценить ценность литературы в силу своей природы, но, тем не менее, он пытается ее уничтожить. Мы видим, что метафора имеет большой аккумунитативный потенциал, и таким образом авторы коллажа хотели инициировать дискуссию о значимости литературной критики для современного общества. И метафора Феррайса в сочетании с коллажем становится дискурсивным событием. Дискуссия действительно стала развиваться и привела к тому, что наименование лица Феррайса стало употребляться в разных контекстах и стали формироваться цепочки высказываний, то есть данный элемент знания закрепился в качестве доступного знания в дискурсе. И таким образом мы видим второй уровень развития дискурсивной семантической фигуры образования серий. В частности, мы видим интервью Марселя Райхранинского представителям журнала «Шпигель», и вот как раз, не вдаваясь в подробности, я могу сказать только, что сама дискурсивно-семантическая фигура представлена в этом тексте интервью наименованием лица, рекуррентной цепочкой, включающей такие лексемы, как Феррайса, Терис, Феррайсен, Церрайсен, и в том числе она присутствует в качестве имплицитного элемента аргументации. Таким образом, базовая фигура рождает внутри текстовые связи. Два года спустя был представлен еще один вариант визуализации этой метафоры. Мы видим здесь уже Райхранинского, который разрывает роман «Ein Weitzfeld» будущего Нобелевского лауреата Гюнтера Грасса. Если взглянуть на развитие этой метафоры с точки зрения сегодняшнего дня, то можно констатировать, что она достигла следующего уровня, а именно уровня закономерности. То есть дискурсивные события, объединяющиеся в серии, они стали уже закономерностью. И она настолько известна в языке, что доминирует и в поиске, которое можно осуществить, например, в Google. Вы видите на верхней строчке как раз тот номер журнала для Шпигель, где был опубликован калаш. И, соответственно, вот этот уровень закономерности, он приводит к тому, что базовая дискурсивно-семантическая фигура достигает высшего уровня условия возможности. То есть она сама уже может порождать определенные контексты. И употребление этого наименования лица в новых контекстах предполагает опору на утвердившееся в сознании актора дискурса представление о том, что рецидент имеет право на резкую уничтожающую критику и на лишенную деликатности вербализацию оценки. А это, в свою очередь, способствует легитимизации бескомпромиссного стиля Рай Храницкого и может привести к трансформации дискурсивной критики. И вот это вот может, можно уже изъять из моего высказывания, поскольку действительно у Марселя Рай Храницкого есть последователи, и его стиль критики, он реализуется в различных контекстах и в ряде ток-шоу. Таким образом, можно сделать вывод, что с определенного момента понятие Феррайса становится дискурсообразующим. Я благодарю вас за ваше внимание и буду рада ответить на ваши вопросы. Если таковые появятся. Виктория Олеговна, спасибо большое. У меня есть такой вопрос. Вот мне показалось, что этот критик, уважаемый Марсель Рай Храницкий, не только не обиделся на такие коллажи, но, мне кажется, немножко даже бравирует вот этим своим положением, одиозной фигуры, как вписывается его достаточно жесткая критика во всеобщий контекст политкорректности, лояльности. Он, возможно, себя нарочно позиционирует вот таким человеком, не вписывающимся в эти современные тенденции? Дело в том, что на самом деле, благодарю вас за ваш вопрос, он замечательный. Марсель Рай Храницкий на сегодняшний день, он уже не представлен на литературной сцене, но на самом деле вот этого его манера выражения критических суждений, она прекрасно вписывается в определенную тенденцию развития немецкой литературной критики после Второй мировой войны, поскольку в рамках такого замечательного литературного объединения, как группа 47, практиковалась критика, которую сравнивали с экзекуцией на электрическом стуле, когда в дружеском кругу писателей и критиков какой-то из коллег представлял отрывки из неизвестного еще произведения, и сразу после презентации отрывка из, допустим, какого-то романа все высказывали свои точки зрения, причем они должны были высказывать эти точки зрения максимально бескомпромиссно, потому что шла борьба за создание новой литературы, которая должна была прийти на смену той, которая существовала во времена Третьего рейха. То, что, конечно же, восприятие Рай Храницкого в целом было неоднозначным, и он вызывал массу негативных откликов, в том числе и со стороны писателей. И одним из его, наверное, самых непримиримых оппонентов являлся Мартин Вальзар, известный также писатель, который совершил не виртуальную, а, скажем так, литературную казнь Марселя Рай Храницкого, написав в 2002 году скандальный роман «Смерть критика», который является сатирическим портретом Рай Храницкого. Но, тем не менее, конечно, Рай Храницкий это осознавал, он этим бравировал совершенно верно, он наслаждался, потому что задача его, сверхзадача заключалась в том, что литературную критику должны знать, ее должны признавать. И, наверное, это беспрецедентный случай в европейской истории уж точно, когда литературного критика, просто литературного критика знают даже таксистов, знают его в лицо. Спасибо, очень интересно. Я взяла себе на заметку это замечательное лицо Рай Храницкий. Хочется даже почитать вот книгу, о которой вы говорили. Спасибо. Спасибо большое за доклад, очень интересно было действительно послушать, особенно, конечно, обращение к Мишеле Фуко. Я бы хотела задать такой уточняющий вопрос. Вот вы говорите, что в связи с появлением этих цепочек знаков в дискурсе появляются некие структуры нового знания. Правильно я понимаю? Да, вот согласно интерпретации теории дискурса Фуко. А знания все-таки о чем появляются? Знания чего? Вот новые структуры знания. Знания чего? Итак, Гитрий Бусс считает, что понятие «энонсея», которое Фуко называет высказыванием, а высказывание в «уфуко», мы знаем, оно может представляться разными способами лексическими и синтаксическими. Так вот, Бусс считает, что «энонсея» фиксирует определенный сегмент знания. Сегмент знания, оно может быть эксплицитным или имплицитным, и как раз-таки базовые дискурсивно-семантические фигуры, то есть фигура беспощадной, бескомпромиссной критики, которая может выражаться разными средствами, она в качестве сегмента знания закрепляется в дискурсе. То есть, используя наименование лица Феррайса или какие-то другие описательные средства, типа рекуррентных цепочек однокоренных слов, закрепляется сама идея вот этого сегмента знания, когда воспринимается уже чем-то самим собой разумеющимся, право критика реализовать вот подобные критические суждения. То есть, знание о том, что критик может быть бескомпромиссен. Да, совершенно верно. То есть, не структура знания как таковая, а сегмент знания, который закрепляется, который, в общем-то, в ходе, так сказать, борьбы за значение, он отвоевывает себе определенное место в дискурсе. Дискурсия как в дискурсе, в дискурсивной формации, которая представляет собой совокупность рассеянных высказываний. Это понятно, да. Но знание о том, что критик может быть бескомпромиссен или право его так называть, или... Ну вот, да, спасибо большое, но все-таки не совсем вот здесь вот в этом моменте понятно. Я понимаю идею, но мне кажется, это не к вам вопрос, да, а к интерпретации уже мешали Фико. Ну, спасибо большое, очень интересно для развышления. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, с пола представляется Смирнова Ульяне Викторовне, кандидата филологических наук в Датверду Московского городского педагогического университета. Тема доклада «Интертекстуальность и симулякор. Анализ знаков Freedom в анноамериканском политическом дискурсе». Пожалуйста. Да, да, добрый день еще раз. Да, вот так получилось, что я задала только что вопросы, мне дали слово. Видно мою презентацию? Да. Да, я боюсь переключиться на полноэкранный режим, потому что не будут переключаться кадры, поэтому прошу прощения за несколько такой ограниченный режим демонстрации. Очень здорово, что передо мной был тоже доклад, который связан с Мишелем Фуко, потому что идеология Мишели Фуко, это философ, она лежит и в основе того, о чем буду говорить сегодня я, хотя несколько, конечно, косвенно. Тема моего доклада – это «Интертекстуальность и симулякор», а именно «Анализ знака Freedom в англо-американском политическом дискурсе». И здесь, как можно убедиться, я пытаюсь рассмотреть лингвосемиотические особенности знака с точки зрения вот тех интертекстуальных связей, которые устанавливаются в англо-американском политическом дискурсе, и попытаюсь доказать и просмотреть, каким образом происходит симуляция этого знака. Когда мы говорим о понятии «Интертекстуальность», мы, безусловно, имеем в виду то понятие определения, которое было сформулировано Юлией Крестевой, но сама возможность формулировки этого понятия, она была заложена во французской школе анализа дискурса, а именно в самой возможности понимать дискурс как совокупность высказываний, как архив высказываний, который принадлежит некой дискурсивной формации, как та практика, которая определяет говорение и мышление определенного периода времени. И самое главное свойство, которое было сформулировано здесь, в этом контексте о высказывании дискурса, это его способность рассеиваться по поверхности дискурсивной формации, то есть появляться в разного рода текста. И идеологически здесь вот именно основы интертекстуальности заложены, хотя, конечно, в основе, хотя отравной точкой этого понятия было сформулировано Бартом понятие «смерть автора», когда мы говорим о том, что автор умирает и тем самым освобождает текст от тирании единственно заданной интерпретации, открывает текст для идеологической реинтерпретации всех последующих интерпретаторов этого текста. Более того, складывается вот это понимание о том, что любой текст – это есть новая ткань из старых цитат. И здесь очень важен исходный контекст понимания этого термина «интертекстуальность», который заключается в том, что эти старые цитаты, из которых складывается любой новый текст, они диалогически направлены. Они с помощью их сплетения в новую ткань, новый автор, который тут же сплетая их умирает, он как бы вступает в диалог как с последующими интерпретаторами, так и с предыдущими. И здесь, конечно, мы отсылаем и к Бахтину, к его пониманию диалогического слова, который вот корчится по его определению в присутствии или в предчувствии чужого слова. Вот это понятие интертекстуальности, оно особенно приобретает значение в исследованиях постмодерна, когда любой текст уже интерпретируется как всегда уже, то есть всегда уже сказанное, всегда уже где-то слышанное, всегда уже кем-то интерпретируем. И вот именно в этой точке для нас и появляется возможность исследовать симулякор как знак, который в философии постмодерна признается пустым знаком, знаком, который не связан никаким образом с объектом, со своим объектом, и значение которого, а точнее значимость, обретается лишь в кочевании по цепочкам означающих, когда происходит бесконечное откладывание значения знака, так называемый дифферанс. Здесь мы можем говорить о том, что вот мы знак, рассмотрев его интертекстуальные связи, фокусом нашего исследования является знак Freedom в англо-американском политическом дискурсе, мы можем увидеть, насколько открыт этот знак для последующей интерпретации, реинтерпретации, идеологического общения, а, возможно, он, наоборот, становится открытым более к опустошению, то есть к совершенному разрыву со своим объектом, вот, действительным объектом антологического мира. И в этой связи мы, вот, вы, продемонстрировав вот этот фокус нашего внимания на высшую ценность данного американского общества и на этот знак Freedom, мы начинаем исследование с книги, которая вышла уже более 10 лет назад, идеолога демократической партии Америки Джорджа Лакофа, который написал такую нелингвистическую, более публицистическую книгу о том, что в Америке в настоящий период существует две свободы, две свободы и дефиниции, определения, интерпретанты этих свобод не то что разные, они противоположно разные и взаимоисключающие. И это, по мнению Джорджа Лакофа, приводит к разрушительной редефиниции знака, destructive redefinition of the sign. И действительно, если мы обратимся к истокам вообще возникновения, появления этого знака в англо-американском политическом дискурсе, то он появляется в документах отцов-основателей и появляется он там не случайно, а появляется он именно как некое заимствование, отсылка, опять это некая интертекстуальная связь к лозунгам французской революции «Свобода, равенство, братство». И хотя, конечно, лозунги французской революции, они потом подверглись и значительной мифологизации и симуляризации, в том числе на это отдельный вопрос, но изначально эта свобода в лозунге французской революции формулировалась именно как личная свобода индивида, личная свобода, как возможность сделать все, что не наносит вреда другому. И свобода здесь была неотделима от равенства и реализовывалась в братстве, в братстве равных людей, свободных. И вот именно, не случайно, именно эта номинация «Либити» она появляется в Декларации независимости, то есть о «Фридем» мы еще не говорим, хотя определение свободная нация и свободные независимые штаты тоже в этой Декларации обнаруживаются. Но здесь именно заимствуется вот это понимание личной свободы как провозглашенной свободы человека, равного человека, равному другому, наряду с другими ценностями, фундаментальными ценностями англо-американского дискурса. Позже в дискурсе Джорджа Вашингтона мы видим отсылки, интертекстуальные отсылки к этой свободе, которая заявлена в основополагающем документе для американского государства. И мы видим, что эта ценность и номинация присутствует все та же liberty. И все другие знаки, они несколько реинтерпретируются, но тем не менее они связаны с теми фундаментальными ценностями the pursuit of happiness, life, которые были заявлены в Декларации независимости. Уже у последующего президента, у Эдамса, мы видим, что наряду с liberty появляется в дискурсе вот эта ценность в современном понимании для англо-американского дискурса freedom. И здесь мы уже видим, что этот знак подвергается вот некой мифологизации, когда Америка с щитом, как нация, на щите которой написана именно свобода, независимость и мир. То есть здесь мы видим вот этот некой уже отрыв, отрыв переосмысления, но еще можно сказать диалогическое переосмысление тех понятий, которые были заложены вот изначально в англо-американском политическом дискурсе связывались с пониманием свободы. Ну и кульминации, конечно, пропуская все последующие этапы, кульминации, конечно, понимание свободы, оно достигает у Жоржа Буша Младшего, когда свобода связывается с дискурсом отцов-основателей, связывается с предыдущими текстами лишь на уровне формы, то есть на уровне некого ощущения того, что это есть высшая свобода, зафиксированная в документах отцов-основателей. По контексту, который вводится синхронно и конструирует уже некое новое знание, некие новые интерпретанты, свобода становится коллективной свободой, то есть теряется оттенок индивидуальной свободы, равной свободы, братской свободы, и свобода становится коллективным достоянием. Помимо того, что она становится коллективной, она становится неким синонимом, мифологически сливается в понимание того, что США это и есть свобода, и становится неким принципом, который необходимо развивать и внедрять во всем мире. Но мы об этом прекрасно знаем. Единственное, что было интересно, посмотреть, каким образом происходил отрыв от изначального укорененного в бытие вещей, укорененного в бытие вещей интерпретации свободы и ее постепенном опустошении, под которым мы понимаем отрыв от мира ощущаемых объектов. Важно, что такая тенденция характерна с инвентаризацией знака не только для англо-американского политического дискурса, но вообще для политического дискурса в целом. И здесь очень интересно было наблюдать о том, что свобода, например, она и появляется и в дискурсе уже упомянутого сегодня президента Украины Зеленского, во всяком случае появляется в переводах его речей на английский язык. И вот эти контексты синхронные, когда свобода является неким таким коллективным достоянием и требует борьбы, и требует наслаждения как принцип, она в его речах удивительным образом, по-видимому, с позиции экспертов, которые его, может быть, западные консультируют, а может быть, и переводят, она появляется. Те же самые смыслы. Мы сражаемся за свободу, и мы боремся за свою свободу. Экспертным сообществом понимается вот эта пустота знака, которую хотя еще на лингвистическом уровне еще трудно сформулировать, и потому что не так давно Сергей Лавров тоже начал говорить о том, что происходит некая торговля воздухом, то есть торговля пустотой, когда за знаками, которыми употребляет политик в своем дискурсе. По сути дела, если мы спустимся по интертекстуальным связям, не скрывается, не фиксируется ничего, кроме вот некой такой пустоты и лишь потенциала эффективного воздействия манипулятивного. Спасибо большое за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Ульяна Викторовна, благодарю вас за ваш замечательный доклад, за всех здесь присутствующих. Дорогие коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. У меня есть вопрос, уважаемые коллеги. Вот в современном постмодернистском мире настолько переплелись понятия добра и зла, что очень сложно их разделить. Если мы сейчас рассматриваем свободу как симулякор, где вот эта тонкая грань между свободой и вседозволенностью? Ведь многие люди трактуют, например, терроризм как свободу от государства, или употребление наркотиков как свободу от общества. Как вот можно провести эту грань, на ваш взгляд? Действительно, вообще о симулякре очень трудно говорить лингвистически, потому что это понятие сформулировано философией. И здесь он говорит, и постмодернистская школа, она заимствует это понятие у Платона, как пустая, как копия-копия чего-то, как видимость чего-то. И если мы все-таки начинаем лингвистически анализировать, каким же образом создаются симулякры, и где вот эта грань между символом и симулякром, или между знаком и симулякром, то здесь мы можем все-таки обозначить какие-то лингвистические характеристики. А именно, ну так вот уже в опыте своего исследования, а именно первое, это когда идет множественность интерпретаций. То есть если у знака появляется огромное количество интерпретаций, которые друг друга могут исключать полностью, то мы уже говорим о том, что здесь, возможно, какие-то симуляционные процессы идут. Второе, если мы видим, что знак начинает участвовать в неких таких цепочках, когда он связывается, как конструируются некие цепочки знания, некие цепочки таких знаков, которые призваны оказать какое-то воздействие. Это второе. И третье, здесь, ну, безусловно, здесь мы говорим вот именно о той точке зрения, кто занимает, да, кто говорит. Нам надо вот дойти до того, кто автор этого сказания, кто все-таки говорит о свободе, о терроризме как о свободе, да, как о борьбе за свободу, либо терроризм – это какое-то деструктивное воздействие на структуру государства. То есть чья позиция, кто наблюдатель? Вот эти три ключевые точки, возможно, наверное, пока будут ориентированы при анализе лингвистической сущности вот такого знака. Ответила ли я на ваш вопрос? Да, спасибо. Конечно, контекстуальная ситуация в первую очередь все здесь у нас объясняет. Спасибо. Ульяна Викторовна, у меня также созрел вопрос к вам. Вы представили очень глубокий анализ, наверное, лучших образцов политических речей и обозначили, как дискурсивные события дают импульсы для развития дискурсивного пространства политической речи. Но в связи с тем, что нам, конечно, и всегда любопытно наблюдать, какое развитие происходит, как вы сами отметили, в других высказаниях, представленных в дискурсе, помимо того, что говорят и пишут главы государств. Скажите, пожалуйста, наблюдали ли вы некие тенденции в изменении значения этой ликсемы в других текстах, в других контекстах за пределами политических речений? Да, спасибо большое. Вы знаете, здесь даже на самом деле это можно сделать, и это я наблюдала на примере других знаков, не фридом, не этого знака, но для симулякра характерна такая особенность. Он конструируется экспертом по определенным вполне четким законам, то есть он не появляется случайно. Это конструируемый знак, который вступает в определенные взаимоотношения, в цепочках знаков. И если мы будем анализировать дискурс обывателей, дискурс адресатов политического дискурса, обыденный дискурс, то мы увидим эти обрывки воспроизводимых цепочек. Они будут 100%. И это будут нерефлексируемые воспроизведения вот этих цепочек, когда субъект высказывания просто воспроизводит некие идеологические смыслы, которые он усваивает синхронно, никак не опускаясь до объекта, никак не возводя свою интерпретанту до объекта. Но они будут в точно таком же виде, как они усвоены синхронно. Это я на примере других знаков могу точно утверждать. Замечательно. Спасибо вам большое. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Напоминаем о том, что их можно задавать и в чате. И мы, наверное, тогда переходим к следующему вашему докладчику. У нас Екатерина Александровна, да? Так, а тогда слово предоставляется Екатерине Александровне Уваровой, кандидату филологических наук, старшему преподавателю кафедры грамматики английского языка Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, видна ли вам моя презентация? Уже да. Спасибо большое. В таком случае мы можем начинать. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему интернет-мем как средство визуализации медийной повестки дня. Как известно, в самом общем смысле под повесткой дня принято понимать средства представления общественности всесторонней информационной картины с целью привлечения внимания к наиболее важным и актуальным проблемам или новостям. Безусловно, в настоящее время основными площадками, предлагающими свою повестку дня, являются пресса, радио, телевидение и, конечно же, интернет. Особое место среди новостных интернет-источников занимают в настоящее время социальные сети, блоги или форумы. Активное развитие социальных интернет-площадок и их тесная связь со СМИ рождают новых трансляторов новостного контента. К таким трансляторам можно как раз и отнести интернет-мемы. Традиционно под интернет-мемом следует понимать транслятор культурной информации, передающий массовой аудитории оценочные суждения анонимного автора о том или ином явлении в юмористической обработке. Несомненным преимуществом интернет-мема является его поликодовая природа. Структура этого медиатекста, картинка и текст в квадратной рамке, будет восприниматься практически моментально. Если вербальный текст воспринимается поэтапно, то картинка мгновенна. Это позволяет быстро привлечь внимание рецепиента к сути мема. Безусловно, одной из основных функций любого мема является развлекательное. Однако, присущая ему вирусность, актуальность и в то же время минимализм формы дали толчок к развитию нового подвида интернет-мема новостного. По нашему мнению, новостной интернет-мем это тот же мем, но передающий некоторую новостную информацию об актуальных событиях, а также несущий оценочный компонент. Если традиционный новостной текст оценочно нейтрален, то новостной интернет-мем отражает отношение автора к транслируемому событию. Естественно, такой мем неразрывно связан с той новостью, реакцией на которую является, невольно отсылая массовую аудиторию к ней. Если рецепиенту неизвестна новость или шутка, то и сам мем останется непонятым. Это внедряет в новостной мем манипулятивно-мотивационную функцию. Столкнувшись с трудностями декодирования, рецепиент захочет больше узнать об освещаемой новости, начнет искать исходные данные. Рассмотрим данное явление на примерах. На слайде мы видим интернет-мем, являющийся своеобразной аллюзией на новости о введении строгого пропускного режима в Москве во время первой волны коронавирусной инфекции, когда разрешено было выходить из дома без пропуска, буквально только для вынуса мусора или для выгула домашних животных. Юмористический эффект здесь достигается посредством стилистического приема персонификации. Винни-Пух это среднестатистический гражданин, который пытается выйти на улицу, маскируя поросенку под собаку. Данный прием несет и терапевтическую функцию. Автор будто пытается донести до массовой аудитории, что не все так плохо. Всегда можно найти выход из положения, пусть даже и такой необычный. Это, в свою очередь, делает невозможным для нас приравнивание мема к новостному тексту. Юмористические эффекты и терапевтическая функция внедряют оценочный компонент в интернет-мем. Искажая и гиперболизируя исходное новостное сообщение. Тем не менее, это не говорит о том, что мем вовсе не отражает события. Этот процесс реализуется участием категории комического и ряда функций, особенностей, которые, например, стандартный новостной текст не несет. Рассмотрим еще один пример, который представлен на следующем слайде. данный интернет-мем является ярким представителем целой волны мемов, которая даже получила свое название. Nature is healing. We are the virus. Природа исцеляется. Вирус – это мы сами. Все началось с того, что после объявления режима самоизоляции в Италии начали появляться новости о том, что вода в каналах Венеции стала чище. Затем последовали сообщения о возвращении туда дельфинов и даже лебедей. Массовая аудитория не могла на это не отреагировать. Мем иллюстрирует возвращение мамонтов, что рождает прием гиперболы, доводящий всю ситуацию до абсурда. Таким образом, интернет-мем может не только отражать поток новостей, но и искажать исходные сообщения, гиперболизируя их и внося оценочный компонент. Анонимный автор как бы насмехается над излишним уссированием данной темы, что говорит даже о наличии гумора в композиционной основе этого мема. Таким образом, интернет-мем помогает снова привнести оценочно-мотивационный компонент. Рецепент понимает, как к данной новости относится автор, а также может задать себе вопрос о возможных причинах такого отношения, смотря еще глубже в суть самого вопроса. На следующем слайде мы видим мем, представляющий собой кадры с фильма «Иван Васильевич меняет профессию» иллюстрирующий продажи спекулянтам товара из-под полы. Подобного рода мема стали реакцией на новости о введении в Москве и некоторых регионах QR-кода для посещения ряда мест. Анонимный автор выстраивает метафору «QR-код желанный, но редкий товар», что гиперполизирует ситуацию. Данный стилистический прием реализуется исключительно на иконическом уровне посредством фотомонтажа. Рецепиент моментально воспринимает изображение и понимает, о чем речь. Кроме того, данный новостной мем обладает и прогностической функцией, поднимая остро социальную проблему. Возможное распространение фальшивых сертификатов о вакцинации, продающихся также нелегально. Кроме того, автор снова пытается успокоить аудиторию посредством иронической составляющей, высмеивая возможную охоту за QR-кодом, выходя далеко за рамки тех новостных сообщений, которые теоретически могут быть проиллюстрированы при помощи такого мема. Итак, рассмотренный нами эмпирический материал позволил нам прийти к следующим выводам. Важной структурно-композиционной составляющей новостного интернет-мема является категория комического. Она позволяет передавать информацию легко, с юмором, производя терапевтический эффект. Новостной интернет-мем, являясь поликодовым образованием, способен разбавить вербальное пространство новости и донести информацию быстрее и эффективнее. Присущая интернет-мему вирусность ведет к повторяемости мема в интернете, что помогает формировать картину мира массовой аудитории. Картина мира же, в свою очередь, транслирует личные взгляды анонимного автора, что говорит об оценочно-манипулятивном потенциале новостного интернет-мема. Он способен заставить задуматься или, возможно, посмотреть на проблему по-новому. Новостной интернет-мем, реализуя манипулятивно-мотивационную функцию, может помочь адресату лучше познакомиться с проблемой, если, например, рецепент начинает искать исходные материалы. Новостной мем способен не просто иллюстрировать новостной текст, но и делать некоторые прогнозы о развитии событий. Массовая аудитория через юмор пытается сконструировать дальнейшее развитие ситуации, а это, в свою очередь, иллюстрирует ответ общественности на происходящее. Таким образом, понятие интернет-мема выходит в настоящее время далеко за рамки стандартного определения, например, как явление спонтанного распространения информации или даже бессмысленной фразы. Теперь мемы могут нести глубокий смысл и даже служить ориентиром для нас, для массовой аудитории в новостных потоках, являясь иллюстрацией события. Спасибо за внимание. Екатерина Александровна, большое спасибо за этот тонизирующий доклад. Я думаю, что он не может оставить нас равнодушными. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. У меня есть вопрос к Екатерине Александровне. Я, во-первых, хотела сказать, что я просматривала повестку дня нашей секции на завтра, там тоже поставлен доклад о мемах, что свидетельствует про актуальность исследования. У меня такой вопрос. Екатерина Александровна, как насчет диахронического аспекта мемов? Долго ли они живут? Или вот они как мотыльки-однодневки появились и тут же исчезли и переходят в разряд, допустим, надоевших шуток, старых анекдотов, бородатых анекдотов? Как-то можно здесь провести параллель? Спасибо, Юлия Михайловна, за ваш интересный вопрос. На этот вопрос можно ответить следующим образом. Как правило, как я уже отмечала, мем представляет и имеет стандартизированную форму, то есть текст и картинка в квадратной рамке. Как правило, этот стандарт переходит из мема в мем. Картинка или текст, они могут повторяться, только новость на них может накладываться другая. В связи с этим сейчас в интернете существует большое многообразие сайтов для конструирования своих мемов, где человек сам на какую-то картинку, которую он считает наиболее приемлемой и актуальной, может наложить какую-то новость или шутку, связанную с этой новостью. Что же касается с мемами и продолжительностью их жизни, то можно сказать, что, как я уже упомянула, картинка и какой-то стандарт могут остаться и использоваться в дальнейшем. Сама же шутка может со временем вместе с новостью отойти на второй план, как это случалось неоднократно, не только, если мы рассматриваем новостной интернет-мем, но и мем в целом. Например, если мы возьмем явление демотиватора, которые были популярны еще пять, возможно, десять лет назад, представляющиеся какую-то картинку и какой-то текст с актуальной информацией. В настоящее время такие мемы по названию демотиватора уже отошли на второй план и практически не используются. То же касается и новостных интернет-мемов. как только новость перестает быть актуальной, горячей для массовой аудитории, мем также перестает быть, если не актуальным, то интересным для нас. То есть человек, использующий вот этот старый шаблон, уже будет не в тренде, да? Посмеются или, возможно, даже... еще в тренде в дальнейшем. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Позвольте представить следующего докладчика. Слово представляется Клочковой Маргарите Алексеевне, старшему преподавателю кафедры фонетики и лексики английского языка Московского Петерического Государственного Университета. Тема доклада «Особенности функционирования сленга в англоязычном песенном дискурсе». Пожалуйста, Маргарита Алексеевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, видна ли моя презентация? Да, видна. Все замечательно. Итак, да, позвольте представить вам тему моего сегодняшнего доклада, который посвящен вопросу функционирования сленга в англоязычном песенном дискурсе. Сленг широко применяется в различных типах дискурса с целью создания определенного эффекта, эффекта новизны, необычности, передачи определенного настроения, говорящего его отношения к передаваемому сообщению и для придания высказыванию конкретики, образности и избегания штампов и клише. Функциональное многообразие сленга обуславливает интерес к изучению его особенностей в рамках песенного дискурса, который, в свою очередь, характеризуется аксиологичностью, идеологичностью, субъективностью и тесной связи с культурой и социумом. В материалном исследования выступили тексты порядка полутора тысяч современных англоязычных песен, созданных в период с 1990 года по настоящее время. В ходе исследования нами было выявлено около 350 случаев использования различных единиц сленга. Проведенный анализ практического материала показал, что из числа сленговых единиц наибольшее распространение в текстах песен имеют существительные, использующиеся для наименования человека или определенной группы людей. К данной категории относятся порядка 62% от общего количества обнаруженных лексибских единиц. Рассмотрим некоторые примеры. На слайде вы можете увидеть фрагмент песенного текста, содержащий сразу четыре единицы данной категории. Это click, thanks, blackheads, обозначающие различные группы людей, то есть использующиеся, как уже было сказано, для номинации человека. Их использование позволяет вызвать у слушателей определенные ассоциации, то есть ассоциации с какой-то социальной и культурной прослойкой населения и связанными с данной категорией реалиями, такими, как, например, автомобили lowrider, лоу-лоу, традиционно ассоциирующиеся с субкультурой хип-хопа. Наряду со сленговой единицы клик из представленного примера в песенном дискурсе широко представлены и другие лексические единицы со значением друзья, товарищи, свои люди. На данном слайде вы можете увидеть несколько примеров подобных сленгизмов. Например, в контексте представленных песен сленг позволяет составить определенное представление о взаимоотношениях героев песни с окружающими их людьми, а также усиливает оппозицию свои-чужие, характерную для песен подобной тематики и в том числе проявляющуюся через контрастное употребление местоимений. В песнях достаточно часто присутствует оппозиция I, you, we, they, которая позволяет выделить определенную группу людей и с помощью, в том числе с помощью сленга. Подобное использование сленга является проявлением идеологичности как одной из ключевых характеристик песни дискурса и способствующей реализации его фаотической функции. Также в ходе исследования мы отметили, что в текстах песен преимущественно используются лексические единицы с отрицательной коннотацией. Это порядка 71% от общего количества. На слайде вы можете увидеть два примера подобных сленговых единиц. Например, существительная ноунии имеет отрицательную коннотацию, используется для уничижительной характеристики так называемых нормальных людей, которые считаются героем песни скучными и не выделяющимися из общей массы. Другим примером может служить существительная сцена. Его использование в данном примере позволяет емко передать нюансы взаимоотношений между героями песни и показать, какие именно чувства герой песни питают друг другу. Также в коде исследования нам было выявлено, что в контексте современных англоязычных песен сленг широко применяется для раскрытия ряда социальных концептов, таких как деньги, статус, благополучие, власть. На слайде вы можете увидеть подобный пример. Сленг в контексте данной песни используется для описания финансового благополучия. Успех героя песни также подчеркивается с помощью прилагательного «litty», имеющего яркую положительную коннотацию. Также стоит отметить, что в текстах песен сленг используется для вербализации определенных поведенческих моделей, связанных с развлечениями, тусовками и запрещенной деятельностью. В этом случае сленг может быть использован в том числе и с целью эвфемизации. Примером может служить выражение «try the white pools», которое обозначает прием запрещенных наркотических препаратов. Итак, в заключении мы можем отметить, что и некоторую статистическую информацию и в диахроническом аспекте. Нами было выявлено, что в текстах песен более позднего периода англоязычного песенного дискурса, это с 2010 года по настоящее время, было выявлено на 10% больше случаев использования сленга, чем в более ранние периоды. При этом во всей выборке мы обнаружили около 70% единиц с отрицательной коннотацией. И проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование сленга в значительной мере способствует усилению экспрессивности и эмоциональности передаваемого в песне сообщения. И также вербализация определенных образов, связанных с различными социальными группами и культурными реальными. На наш взгляд дальнейшие исследования сленга могут быть достаточно перспективными и могут принести интересные результаты. Спасибо за внимание, я буду рада ответить на ваши вопросы. Благодарим вас за доклад, Маргарита Алексеевна. Коллеги, какие есть вопросы? Садавайте, пожалуйста. У меня возник вопрос о отсылке к моему сегодняшнему пленарному докладу, именно к докладу Зои Григорьевны Трошиной, которая нам рассказывала о том, что необходимо в наших, не только в исследованиях, но и в практике преподавания английского языка учитывать его вариативность. Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что какие-то, что другие варианты английского языка будут здесь представлять какой-то собственный инструментарий, отличный от того, что вы выявили в своем корпусе исследования? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Основываясь на нашем исследовании, мы основывались, конечно, на англоязычном песенном дискурсе, и здесь следует отметить, что он является доминирующим в глобальном масштабе, и вообще англоязычные песни, они занимают, наверное, более 90% современной музыкальной индустрии. В связи с этим, конечно, те языковые особенности, которые выявляются в песнях, созданных на английском языке, они являются достаточно универсальными, то есть они нацелены на широкую аудиторию и на понимание песен широкой аудитории, и в связи с этим сленговые единицы, которые там использованы, они тоже достаточно передают и вербализируют те реалии, которые характерны не только для культуры англоговорящих стран. с точки зрения других языков, можно сказать, что в целом это представляется достаточно универсальным, и подобные тенденции связаны в целом с состоянием современного общества, и на мой взгляд мы можем это заменить другим культурам тоже, другим языкам. Благодарю вас, может быть, я просто недостаточно четко свой вопрос сформулировала, предполагается, что, видите, и вариантов английского языка существует, ну, как минимум несколько, глобальных, наряду с британским и английским, можно говорить уже о китайском и английском, само собой австралийском и английском и так далее, и что-то вот мой вопрос, связанный вот с этой плоскостью, по сути, на него ответили, благодарю вас. Спасибо. Тогда, коллеги, да, обращаю еще раз ваше внимание на чат, тут появляются вопросы к нашим докладчикам, и мы можем вести параллельно коммуникацию между собой в этом чате, и кроме того, в принципе, если у вас есть желание обменяться контактами, допустим, опубликовать свои адреса электронной почты для поддержания дальнейшей коммуникации в любом формате, мы тоже можем это сделать. А мы переходим к следующему докладу, заявленному в повестке нашего заседания, и его представит аспирант Ивановского государственного университета Любовь Евгеньевна Беляева. Пожалуйста, Любовь Евгеньевна, мы приглашаем вас запустить презентацию. Добрый день, уважаемые преподаватели, я буду очень рада представить на ваш суд нашу работу под названием «Способы языковой репрезентации ангипроизведения живописи на материале английских литературных произведений и искусствоведческого дискурса». Надеюсь, презентация всем видна, скажите, пожалуйста. Спасибо. Итак, вербализация произведений изобразительного искусства в тексте представляет собой его развернутую рефлективную вербальную интерпретацию, при этом имеет место декодирование визуального ряда с помощью естественного языка, который, как известно, служит главным средством интерпретации различных семиотических систем. Восприятие произведения живописи, как известно, зависит от различных факторов, от опыта, знаний, возраста, ну и так далее, рецепиента, соответственно. В нашем исследовании мы рассматриваем способы вербализации оценки как одно из пас восприятия произведения живописи рецепиентом в художественном и искусствоведческом дискурсе. За основу оценки мы принимаем предикат на аргументную рамку, которая может быть представлена следующим образом. Если принять оценку за предикат, то аргументами или актантами данного предиката будут x, y, z. Вы видите схему. Трехместный предикат имеет три обязательные валентности, то есть оценка чья. В валентности один есть имя субъекта оценки или рецепиента оценки. Оценка чего это есть объект оценки валентность 2 и оценка какая валентность приотражает характер оценки. Придем к реализации каждой из этих валентностей в художественном и искусствоведческом тексте. Итак, в художественном произведении субъектом оценки предстает либо сам персонаж, либо автор художественного произведения. В отличие от художественного текста, в искусствоведческом тексте субъектом оценки является профессиональный искусствовед. Реализация валентности 1 в искусствоведческом тексте осуществляется посредством как имени нарицательного, киурица, скрытия, ксидиала, леона, так и имени собственного. Вы видите на экране примера. Напомним, что в «Алентность 2» есть имя объекта оценки. В роли объекта оценки в обоих дискурсиях часто выступает само произведение изобразительного искусства, реализуемое в тексте рядом с существительным. В экране расстелено в художественном тексте и в искусствоведческом тексте. Реализация обязательной «Алентности 2» могут служить названия картин. Иногда в искусствоведческом тексте оценке подвергается не отдельная картина, а целая серия композиций, объединенных общим сюжетом. В художественном тексте в ряде случаев оценивается картина, представленная именем художника и, как вы видите, даже относится к определенному творческому периоду художника. Далее мы увидим таблицу, в которой представлены различные виды объектов оценки, то есть то, что подвергается оценке в художественном и в искусствоведческом тексте. В художественном тексте объектом оценки может служить труд целого ряда художников, принадлежащих одной академической школе в рюксе. Творчество одного художника, всемирно известная картина, сюжет, материал, детали, цветовая палитра картины, а также техника художника. Заметим, что в искусствоведческом тексте группа объектов оценки более обширна, так как помимо перечисленных вариантов, свойственных литературному тексту, она содержит серию композиций, объединенных общим сюжетом, геометрию, язык, жанр картины, динамику техники, цветовой акцент, особый замысел художника, направление живописи, подход мастера к работе над картинами, производимый на зрителя эффект. Валентное место может быть заполнено рядом объективных, атрибутивных словосочетаний, именных, ну и также существительных. Вы видите на экране объекты оценки, которые были перечислены. Искусствоведческий текст, еще раз повторюсь, содержит гораздо больше вариантов. Обратимся к способам языковой репрезентации третьего аргумента, который мы принимаем за характер оценки. Итак, в божественном тексте одинаково часто встречаются случаи как положительной, так и отрицательной оценки, тогда как в искусствоведческом тексте распространенными являются ситуации положительной оценки. Это связано с тем, что искусствовед отдает предпочтение творчеству определенных художников и посвящает, соответственно, собственные обзоры и анализу. Отдельное место занимает случай, когда субъект оценки не придерживается категорично положительного или негативного мнения. Тогда мы наберетаем свешенную, неоднозначную или нейтральную оценку. В ряде случаев автор художественного текста дает высокую оценку произведения живописи, герополизируя его ценность. Оценка может передаваться через описание чувственного восприятия. Встречаются ситуации оценки на основе сравнения с известным художником в художественном тексте. Ситуация оценки на основе сравнения с известной картиной в искусствоведческом тексте. Подводя итог, отмечу, что при всем разнообразии текстовых фрагментов обоих дискурсов, отражающих оценку произведений живописи, наблюдается их общая цель – представить визуальный картинный ряд, доступный пониманию читателя. И усиленное внимание к фиксации ситуации оценки свойственны текстам, авторством которых принадлежит специалистам широкого гуманитарного управления, точнее писателям. Оценочные осуждения могут иметь лирическую, даже эмоциональную направленность. Благодаря художественной адаптации облегчается восприятие текста читателям за счет достаточной определенности и ясности употребляемых языковых средств. Профессионально неподготовленный читатель способен верно интерпретировать ситуацию оценки, не имея даже специальных знаний или навыков. Анализ языковой репрезентации характера оценки в искусствоведческом тексте показал, что она строится не только на основе общей потребительной лексики, но и профессиональных, терминологичных, словесных, эквивалентных, стереотипных, специфических словосочетаний, то есть профессиональных штампов. Специальная лексика искусствоведов строго однозначна, и она не предполагает вариантов выбора значений, в отличие от художественного текста, и, следовательно, терминология в профессиональном подъязыке может считаться более эффективным интерпретационным средством. Таким образом, несмотря на общность характера оценки, можно утверждать, что вербализация оценки в искусствоведческом тексте более разнообразна. Это связано с научной традицией, типом изложения мыслей, коммуникативно-монологическими усилиями, наличием стандарта критериев, ну и, собственно, научным статусом изложенного материала. В общем-то, данный факт подчеркивает преимущество искусствоведческого текста. Большое спасибо за внимание, буду рада вашим вопросам. Любовь Евгеньевна, благодарим вас за ваш доклад, за этот новый ракурс, в котором предстает искусствоведческий дискурс. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. У меня есть вопрос к выступающему. Скажите, пожалуйста, если бы вы сделали вывод в конце вашего выступления о наиболее частотных, эксплицитных средствах выражения субъективной оценки, ведь оценка все-таки субъективна, да, и в том виде текста, что вы нам говорили, да, и в художественном, и в нехудожественном. Хотелось бы вот обобщить немножко, какие средства наиболее часто встречаются для выражения субъективной оценки автора? Итак, как я уже говорила ранее, оценка – это механизм, состоящий из трех компонентов, а именно субъекта, объекта и характера оценки. Если я правильно поняла вопрос, то вы хотите узнать о языковых средствах, которые применяются для отображения, вербализации характера оценки, верно? Да, именно подчеркивающие субъективность. На каком уровне языка они присутствуют, допустим, лексическом, грамматическом, синтаксическом. Я вроде бы внимательно смотрела ваше выступление, но немножко этот аспект мне остался неясен. Итак, мы говорим о языковых средствах, которые отражают характер оценки, и выделяем в основном сравнительные обороты. Возможно, это прилагательные в превосходной степени, сравнительной форме сравнения. Также мы выделяем именные, атрибутивные фразы, предложенные именные конструкции. И, в общем-то, ряд анафорических предложений также встречается в нашем анализе. Можно говорить очень долго, потому что если смотреть на полный анализ, который мы провели, языковых средств встречается достаточно много, в том числе какие-то приемы. А вводные конструкции, отражающие именно субъективность мнения автора? Вводных конструкций не было замечено. Как я уже упоминала, в искусствоведческом тексте изложение мыслей достаточно однозначное, поэтому автор-искусствовед обычно не прибегает к использованию вводных конструкций, потому что считает это излишним и придерживается более сухого стиля. Ну, мы, например, все лингвисты, но в своих статьях часто пишем, по нашему мнению, на наш взгляд кажется. То есть в ваших текстах такого нет, да, интересно. А в художественных текстах? В художественных текстах обычно предстает оценка персонажем, очень редко, реже гораздо автором. Ну, естественно, мы понимаем, что все-таки текст написан автором, и, соответственно, слова персонажа все-таки тоже изложены автором. Однако вводных конструкций не было замечено совсем. Совсем нет. А как-то это можно объяснить? Или это просто пока на будущее вам, да, просто подумать над этой интересной тенденцией? Ну, вообще мы разбираем с точки зрения эмоций, также восприятия произведения живописи, а также с точки зрения цветовой семантики. Сегодня я об этом говорила, но если говорить про эмоции, то они обычно выделены не с помощью вводных конструкций, да, то есть обычно оценка, конечно же, соотносится с эмоциями человека при восприятии произведения живописи. Человек смотрит, он испытывает какие-то эмоции, основываясь на личный опыт, возможно, которого даже нет, поэтому оценка может быть нейтральной или смешанной, неоднозначной. И, в общем-то, мы заметили вербальные средства коммуникации, то есть когда человек называет свои эмоции, либо он проявляет это посредством невербальных средств коммуникации. Встречаются различные случаи. Мы проанализировали 30 тысяч страниц художественного текста и также 10 тысяч страниц искусствовического. Статьи мы брали на сайте Art News, и хотя этот тип изложения достаточно вольный, авторы прибегают к различным, в том числе иногда обсценной лексике, кстати говоря, инвективной лексике, мы не обновили водных конструкций совсем. Спасибо большое за вопрос, он очень ценный в нашем исследовании. Спасибо за ответ, очень развернутый, насколько я поняла, в основном рациональная оценка, конечно, доминирует и объективная. Спасибо. Уважаемые коллеги, наш следующий докладчик Листопадова Мария Владимировна, приглашенный преподаватель, магистр высшей школы экономики. Пожалуйста, Мария Владимировна. Всем добрый день. А видно, как переключаются слайды? Да, видно. Отлично. Тема моего доклада нежелищностные дискурсивные маркеры и их просадическая реализация в дискурсе-дебатах. Современная лингвистика уделяет большое внимание изучению элементов, которые обеспечивают построение грамматических, синтаксических и тематических связей внутри дискурса. Такими компонентами являются дискурсивные маркеры. Они координируют структурные сегменты дискурса в зависимости от лингвистического и экстралингвистического контекста. В процессе коммуникации дискурсивные маркеры приобретают особое значение как средство контакта и обеспечение понимания сообщения. Мы рассматриваем устный тип дискурса, где при активном взаимодействии участников общения немаловажными факторами становятся степень подготовленности и идеологичность при активном сотрудничестве коммуникантов, когда присутствует обратная связь, эмоциональная заинтересованность и вовлеченность. Представим некоторые наблюдения об особенностях функционирования дискурсивных маркеров дебата. Дебаты — это жанр устного дискурса, который направлен на убеждение. Мы рассматриваем дебаты на тему культуры искусства с платформы Intelligence Squared. Intelligence Squared — это британская медиакомпания, которая специализируется на организации дебатов на различную тематику. История, социология, политика, экономика, культура искусства или окружающая среда. Дебаты проходят в традиционном формате Oxford Style Debating, который предполагает, что дебаты начинаются с представления ведущих двух противоположных сторон. Каждый выступает по 20-30 минут и затем участники вступают в премии. В премии отвечают на вопросы друг друга или из зала. В начале и в конце зрители голосуют за ту или иную точку зрения. Безусловно, жанр дебатов — это особый вид дискурса, включающий в себя повышенную речевую ответственность участников, а также наличие убеждающего компонента. Особую роль в данном жанре риторического дискурса играет межличностный дискурсивный маркер, который способствует успешному взаимодействию, отражает личную позицию и отношение автора к сообщаемой информации или другим коммуникантам. Очевидно, для того, чтобы структурировать речь, правильно расставить акценты, подчеркнуть важность сообщаемой информации, тактично переубедить оппонентов и привлечь внимание аудитории, необходимо использовать межличностные дискурсивные маркеры в уместном интонационном оформлении. Это также значило в неподготовленном обсуждении, так как могут возникнуть определенные трудности в речи проождении, и именно здесь межличностные дискурсивные маркеры играют роль вспомогательных элементов, которые устраняют возникающие трудности в коммуникации. Для того, чтобы наиболее четко отразить специфику жанра дебатов, на основе классификации Хайланда были выделены следующие группы межличностных дискурсивных маркеров. Маркеры позиции оратора, маркеры обращения к аудитории или апеллитивы, маркеры субъективной оценки и маркеры отгораживания. И как раз на слайде в таблице приведены наиболее частотные дискурсивные маркеры под соответствующим типом. В этом выступлении я бы хотела привести в качестве примеров фрагменты из дебатов на тему Джейна Оссена и Эмиля Бронте, и также Греция и Рима, где мы можем обратить внимание на просадическую реализацию, которая также помогает раскрыть функциональный потенциал межличностных дискурсивных маркеров. Мария Владимировна, а вот должны листаться слайды уже? Да, не листается. Вот, к сожалению, пока мы видим только первый. Это плохо. Так, вот это вы не видели. Все, теперь пошло все. Так, вот это дискурсивный маркер, давайте я еще раз проговорю. Дискурсивные маркеры позиции оратора, дальше апеллитивы или обращения к аудитории, дискурсивные маркеры субъективной оценки и последняя, четвертая группа – это дискурсивные маркеры от Гарашкина. Мы рассматриваем, взяли фрагменты из дебатов на, значит, две темы. Первая тема – Джейн Остин и Эмили Бронте, и Греция против Рима, так скажем. И сейчас давайте обратимся к примерам из этих дебатов. Итак, в первом примере дискурсивный маркер I think произносится с помощью ядерного тона Leofull и выделяется в отдельную интонационную группу. Такая реализация, интонационная реализация, свидетельствует об уверенности оратора в правильности своего суждения, который он пытается донести до слушателей. Такая тверда убежденность, говорящего в отстаиваемой позиции, придает высказыванию категоричность, что в данном случае помогает целенаправленно воздействовать на аудиторию. Второй пример. В данном фрагменте отражен один из вариантов интонационной реализации апеллятива IF YOU LIKE. Эта полуударная позиция произносится в нижнем регистре, свидетельствует о том, что информация является дополнительной. Так как в данной части выступления наблюдается частотное употребление данного маркера, то можно утверждать, что оборот используется как средство контакта с аудиторией, и в то же время как своеобразный заполнитель паузы и фезитации, чтобы говорящий успел сосредоточиться и оформить свою мысль. В третьем примере представлен один из самых частотных маркеров субъективной оценки ACTUALLY, который выделен low-full, с помощью которого более детально раскрывается информация по теме выступлений. И в четвертом примере, обратим внимание на четвертый пример, у маркеров отгораживания, в данном случае это sort of и kind of, наблюдается два варианта интонационной реализации. Во-первых, они могут быть ударными, когда используются как элемент сравнения, и во-вторых, в полударной или безударной позиции маркеры отгораживания играют роль в заполнителе паузы и фезитации. Поэтому можно сказать, что межличественные маркеры реализуют различные коммуникативные стратегии дебатов, интенции ораторов, обеспечивают интерактивность, диалогичность, взаимодействие участников с целью достижения определенных результатов, а просадическое оформление раскрывает прагматический потенциал того или иного дискульсивного маркера. Спасибо за внимание, извиняюсь за технические проблемы, с радостью готова ответить на вопросы. Благодарим вас, Мария Владимировна, и, пожалуйста, коллеги, приглашаем вас задать вопросы. Тогда позвольте задать мне вопрос, связан с тем, что, конечно же, очень здорово, что вы занимаетесь исследованием аутентичной устной речи. Это сфера, которая требует пристального внимания. И, наверное, очень важно как раз то, каким образом мы получаем материал для нашего исследования, как мы его готовим к анализу, как мы его анализируем затем на основе каких-то средств. Скажите, пожалуйста, использовали ли вы какие-то системы транскрибирования при подготовке к анализу или на первичном этапе анализа вашего языкового материала? Используется обычная транскрипция, как у нас есть дискурс-анализе. Если есть какие-то особенности произношения именно у этого человека или какое-то опущение происходит, то это тоже все отражается в этой транскрипции, но больше в этой транскрипции уделяется внимания именно интонации, интонационной выразительности. Но получается, что транскрибируется полностью? Нет, не полностью. Фрагменты, где содержатся эти дискурсивные маркеры. Да, более полный контекст, потому что, чтобы понять, к чему это сказано, зачем это сказано. Но, в принципе, да, это отрывок, определенный фрагмент из всего выступления. Спасибо вам большое. Спасибо вот за вопрос. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Назаровой Надежде Евгеньевне, преподавателю военного учебного катастро Московского государства и юниористического университета. Пожалуйста, Надежде Евгеньевне. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, видно презентацию? Да, видно. Тема моего сегодняшнего доклада это военно-политический дискурс как гибридный формат функции дискурсивной ловушки. Военно-политический дискурс это гибридный дискурсивный формат, находящийся на стыке активно изучавшихся ранее военного и политического дискурса. Появление этого нового гибридного формата связано с установлением новых языковых контактов, первоначально несоотносимых областях и повышением потребностей в изучении образовавшихся отношений между дискурсами, что, в свою очередь, способствует увеличению гетерогенности и подвижности дискурса. Военно-политический дискурс в качестве гибридного формата рассматривался в последние годы как отечественными, так и зарубежными исследователями. Мы же пытаемся уточнить уже имеющееся определение военно-политического дискурса по возможности более полно, учитывая особенности функций и своеобразия. Представляется необходимым наряду с тремя основными функциями военно-политического дискурса, выделенными Серебряниковым, то есть информативно-мировоззренческую, воспитательную и манипулятивно-пропагандистскую. А также выделить и две дополнительные функции. Это стабилизирующая функция, направленная на достижение некоторого равновесного состояния общественного мнения, ориентированного на поддержку заданных военно-политическим деятельным курсам и легитимирующую функцию, заключающуюся в объяснении оправданий и намерений военно-политических деятелей, что особенно важно в том случае, если принятые ими решения оказались ошибочными, и это стало явным для широкой аудитории. Обладающие все вышеперечисленными функциями военно-политический дискурс это публичные выступления военно-политических деятелей, их доклады, опубликованные материалы в печатной и электронной прессе, распространенные информационными службами и аудиовизуальными средствами массовой коммуникации. Военно-политический дискурс является эффективным инструментом оказания влияния и достижения политического доминирования в обществе, а основным каналом распространения информации в военно-политической сфере являются средства массовой информации, особая роль которых определяет вектор и степень информационного воздействия на общественное мнение. Для дискурсивных стратегий, реализуемых в рамках военно-политического дискурса, характерны различные дискурсивные ловушки. Явление это понимается как действие, которое мотивируется и ограничивается прежде всего дискурсивными конструкциями, якобы созданными для удовлетворения интересов политиков, а также как ложное описание ситуации, которое приводит к тому, что изначально неверная концепция становится реальностью, серьезно ухудшая ситуацию в стратегическом и оперативном плане. Современные политические и военные институты, во всяком случае западные, придают колоссальное значение, используемое единицам языка, подбору слов и выражений, особому построению высказываний, необходимому акценту, которые в свою очередь доказывают, что язык не просто описывает военные события, а является ключевой характеристикой конфликта, определяет поле сражения и используется для парирования, помогает не только мобилизировать силы, оказать поддержку военной деятельности, но вывести противника из равновесия. К типам дискурсивных ловушек можно отнести ответный удар. Он может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда терминология, использованная каким-либо политическим деятелем, заимствуется его противником с целью выставить намеченный политический курс в негативном свете. При этом слова возвращаются к их автору и наносят удар по его репутации. Во-вторых, если ситуативно детерминированная речь, употребляющаяся в каком-либо определенном дискурсе, используется для описания конкретной ситуации, то есть дискурс создается с какой-либо определенной целью на короткое время и перестает восприниматься контекстуально и вне контекста, идет в разрез с лексикой военно-политической сферы. В таком случае негативный отпечаток налицо. Также сюда относится такая дискурсивная ловушка, как эффект большинства. Это своего рода популяризация дискурса с целью извлечения выгоды. Одна из причин опасения негативных последствий, предсказыванных в том случае, если актор не будет разделять популярные идеи большинства. Во-первых, эта ловушка приводит к тому, что первоначальное значение лексической единицы вытесняется новыми смыслами, которые привносят и разделяют все большим числом коммуникантов, решающих использовать популярные слова или выражения в самых разных контекстах, что приводит к двусмысленности, недопониманию и конфликту. Во-вторых, чем больше число акторов начинают использовать такие лексические единицы, чем чаще оно фигурирует в речах политиков и в СМИ, и тем выше вероятность того, что за этим последует ярая критика идей. Также существует третья дискурсивная ловушка – это дискурсивная изоляция. Когда определенная лексика популяризируется, популярность приобретает и сам дискурс, в котором первоначально появилось ситуативно детерминированное слово или выражение, что приводит к изоляции других дискурсов или определенного дискурсивного словаря. Это может происходить не только спонтанно, но и вполне намеренно. В результате невыгодная информация, противоречащая популярному дискурсу, изолируется, не оставляя никаких альтернатив. Выявленные и проанализированные дискурсивные ловушки говорят о разных типах дискурсивных стратегий, дающих представление об условиях формирования и функционирования военно-политического дискурса и обслуживающей его лексики. Спасибо за внимание. Надежда Евгеньевна, благодарим вас за интересный доклад. Уважаемые коллеги, давайте, пожалуйста, вопросы. У меня есть вопрос к докладчику. Скажите, пожалуйста, когда мы анализируем вот этот тип дискурса с точки зрения продуцентов и клиентов, вот клиентами являемся, можно сказать, все мы, непосредственная или опосредованная аудитория. Есть ли какие-то способы избежать этих дискурсивных ловушек, чтобы избежать искажения информации, которую продуценты навязывают? Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что дискурсивные ловушки могут, можно избежать дискурсивные ловушки в том случае, если субъект варенополитического дискурса, которыми выступают все официальные лица, говорят о стратегической обстановке, куда мы не относим тактическую обстановку, вопросы связанные и говорим о субъектах, как о официальных представителях, говорящих на стратегическом уровне, то есть применимо к США это президент, министр обороны, госсекретарь, начальник объединенного комитета штабов. В том случае, если они будут придерживаться регламента и не переходить, не использовать лексику другого дискурса, в этом случае возможно избежать дискурсивные ловушки. То есть это целиком и полностью зависит от продуцента, клиенты, мы, аудитория никаким образом на это не можем повлиять, мы должны просто воспринимать все, что нам говорят. Можно сказать, да, также нужно учитывать СМИ, средства массовой информации, которые передают речи. в Министерстве обороны существует Россия, существует департамент информации и массовой коммуникации, который следит за тем, чтобы речи высокопоставленных лиц, говорящих на оперативном уровне, не искажались и не изменялись. И если такое присутствует, то предпринимаются меры. Да, я вот как раз хотела услышать от вас это слово спичрайтинг, потому что, безусловно, все официальные лица не самостоятельно готовят свои выступления, они проходят тщательную проверку. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Надежда Евгеньевна, если позволите, и также вопрос с моей стороны. Вот этот новый гибридный тип дискурса, который объединяет военный и политический дискурс, по вашим наблюдениям, он все-таки ближе к какому дискурсу? К военному или политическому? То есть каковы цели его дискурсивных практик в целом? Они должны вывести к военным действиям, либо же они все-таки должны вести в направлении дипломатии, которая направлена на то, чтобы конфликты решались какими-то другими способами? Большое спасибо за ваш вопрос. В целом, по моему наблюдению, военно-политический дискурс можно рассматривать с трех сторон. Ведь военное искусство, оно тоже делится на три звена. Это тактику, оперативное искусство и военную стратегию. В своем исследовании я рассматриваю вопросы, связанные лишь с оперативным искусством, которое не описывает боевые действия, не описывает вопросы ведения военных доктрин и не исследует положение подготовки военных действий, а описывает лишь боевые действия и методы подготовки, то есть то, о чем и сообщают высокопоставленные представители стратегического уровня. Именно поэтому я хочу сказать, что с какой стороны рассматривать военно-политический дискурс, если как я с оперативной точки зрения, то тогда сюда не будут входить вопросы тактики и военной стратегии. Благодарю вас. Благодарю вас, ответ очень интересный и широкое поле для дальнейших исследований. Коллеги, пожалуйста, есть ли еще вопросы у кого-то к нашему докладчику? Если нет, тогда мы переходим к завершающему программу нашей сегодняшней секции докладу, который представит Владимир Михайлович Маевский, ассистент Российского Университета Дружбы Народов. Пожалуйста, Владимир Михайлович. Добрый день, меня видно, слышно? Да, вас видно. Да, добрый день, уважаемые организаторы конференции, уважаемые коллеги, дорогие дамы. Я сегодня, по-моему, один мужчина из присутствующих. Вот. Я хочу сразу измениться, я сейчас поделюсь презентацией, я выключу камеру, потому что у меня аппаратура старенькая, и я боюсь, что случится, пойдет не так. Так, минуточку. Поделиться. Скажите, пожалуйста, видно моя презентация? Да, все видно. Так, теперь второй вопрос, тоже технический. Скажите, пожалуйста, переключаются ли слайды? Включаются. Все чудесно. Спасибо. Да, еще раз добрый день, большое спасибо за предоставленное слово. Речь сегодня пойдет о языковых средствах выражения имплицитного содержания в рамках англоязычного интернет-дискурса на примере публикаций в социальной сети Инстаграм. Ну, ни для кого не на секрет, формат коммуникации в 21 веке претерпевает, если уже не претерпел, и пора уже немножко остановиться, сделать паузу, существенные изменения, что обусловлено повсеместным распространением канала связи интернет, который широко используется не только в профессиональных областях, но и в причастном межличностном общении. Ввиду того, что в среде интернета существуется политематическая коммуникация при помощи различных каналов, это сайты СМИ, мессенджеры, чаты, форумы, те же самые социальные сети, у лингвистов появляется основание рассматривать интернет-дискурс как особый тип с присущими ему уникальными характеристиками, которые обуславливают специфику коммуникативного взаимодействия между партнерами. Следует отметить, что в основе теории дискурса лежат воззрения Гумбольда и много истории. И вот именно он впервые сформулировал такую мысль, что язык не может существовать без формы и все речевые языковые явления направлены на реализацию определенной коммуникативной задачи, в первую очередь на выражение мысли. Применительно же к изучению реализации языкового общения при помощи интернет-каналов данное положение важно тем, что форма обуславливает языковую специфику трансляции информации, где задействуются различные семиотические каналы. Форма в рамках интернет-пространства это электронные сообщения вербального, паравербального или реализованного характера. И ввиду такого положения дел представляется, что коммуниканты интернет-дискурса имеют широкие возможности выражения имплицитного подчеркиваю имплицитного содержания посредованного неявного выражения информации. Целью исследования является вернее исследование направленное на установление языковых приемов и в социальной сети Instagram. И вот данная коммуникативная площадка функционирует в форме приложения для мобильных устройств. В принципе, это и есть тоже сайт в браузере, но в большей степени, конечно, это мобильное приложение. И вот с помощью него пользователь социальной сети может создавать визуальные и текстовые сообщения, позволяя тем тем самым своей читательской аудитории взаимодействовать и делиться впечатлениями относительно той или иной публикации. Это уникальная среда, в которой изображение становится коммуникативным актом как часть всего опыта социальной сети. Англоязычные пользователи социальной сети и Инстаграм при обсуждении вопросов, касающихся их личной жизнью, творческих и профессиональных успехов, используют различные языковые приемы для выражения имплицитного смысла. Скажите, пожалуйста, меня сейчас слышно? Да, вас слышно очень хорошо. Хорошо слышно, просто извините, пожалуйста, такой технический момент, у меня сети сверлят, поэтому... Страшно, мы живем в этой... Извините, пожалуйста, еще раз. англоязычные пользователи и... Да, профессиональные успехи. Ага, значит, используют различные приемы, исковые приемы для выражения имплицитного смысла, что позволяет сделать их речь более выразительной и насыщенной, а также способствует достижению поставленных коммуникативных задач. Вот давайте рассмотрим примеры. Что-то не быть голословно. Публикация блогера. Здесь метафорически представляется ребенок, который подобно ангелу спускается с небес для демонстрации легкости и воздушности. Автор поста проводит аналогию с перышком, да, вот white feather. А ярко положительная коннотация приведенной метафоры свидетельствует о большой любви девушке к ребенку, несмотря на то, что высказывания отсутствуют прямые номинанты любви или другого нежного чувства, становится понятно, что автор публикации испытывает восхищение по отношению к ребенку. Этот смысл актуализируется на имплицитном уровне за счет создания положительного образа, основанного на этом значении. Следующий пример. В данном случае у нас такой вот оборот. Автор поста верит в том, что душа ее умершего ребенка, к сожалению, находится рядом с семьей, где он был рожден. Публикуя данный пост в социальной сети и сопровождая его фотографиями, на самом деле здесь скриншот видео, но тоже из-за технических особенностей я уже не стал выкладывать видео, размещать. Сопровождает автор фотографиями, на которых отчетливо видны лучи. Девушка, мать концептуализирует душу ребенка в виде солнечного света. таким образом паравербальный семиотический канал в данном случае транслирует имплицитную информацию о том, что девушка верит в присутствие ребенка на земле и даже пытается выстроить с ним коммуникацию, что свидетельствует использование императивов, приведенных в этой реплике. Обращают на себя внимание лингвокультурные особенности выражения имплицитного содержания в публикациях блогеров. Так, вот, например, у профессора РУДН Татьяны Викторовны Лариной категория вежливости является регулятором коммуникативного поведения. Ввиду этого для оптимального достижения поставленных коммуникативных задач применительно к опосредованному взаимодействию в рамках социальной сети это чаще всего привлечение читательской аудитории и как следствие увеличение числа подписчиков. А вот авторы публикации используют определенные стратегии реализации вежливости. Так, например, видим на эксплицитном уровне автор выражает благодарность Богу за то, что он в нужный момент дал ей силы двигаться дальше. На языковом же уровне маркерами выражения благодарности служат сокращение Thanks и его нормативный литературный вариант Thanks Love. На имплицитном уровне за счет использования данных вежливых этикетных формул транслируется информация о том, что автор поста религиозный человек и ищет жизненную энергию обращаясь к Богу. Также в работах Владимира Ильича Карасика находят отражение мысль о том, что этикетное общение является нормой и базируется на универсальных ценностях. И анализ практического материала показывает, что в рамках коммуникативного пространства социальной сети также соблюдаются нормы этикетного общения, при этом вежливые фразы в определенных контекстах служат трансляторами имплицитного содержания. Например, вместо эксплицитной благодарности автор поста, из которого приведена реплика, использует этикетную формулу приветствия Good Morning Sunshine, что актуализирует сразу два плана имплицитного содержания. С одной стороны, это выражение благодарности за преподнесенный подарок а с другой пожелание доброго утра не только отправителю подарка, но и всей читательской аудитории, в данном случае подписчики данного блогера. Каким образом? Переходим к выводам. По результатам мы видим, что часть информации в постах выражается неявно за счет использования метафор, этикетных формул, слов приветствия и благодарности. И можно отметить, что опосредованная коммуникация, осуществляемая при помощи интернет-каналов, характеризуется вежливостью, что способствует скорейшей реализации коммуникативных целей отправителя. пожалуй, на этом все. Владимир Михайлович, большое спасибо за ваш интересный доклад, который ставит такую красивую, убедительную финальную точку в повестке нашей секции. Дорогие коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. У меня есть вопрос к докладчику. Насколько мы видели из вашей презентации, вы исследовали поликодовые тексты, там, где было сочетание вербального и невербального компонента. Есть ли какое-то отличие и импликации именно в таких поликодовых текстах с обычными вербальными сообщениями? Если мы еще вспомним, что, например, Александр Владимирович Бондарко выделял системно-языковую импликацию и речевую импликацию, рассмотрим такую классификацию, то как применительно к поликодовым текстам работает эта классификация и можем ли мы говорить, что в поликодовом тексте совершенно другие правила, скажем так, механизмы выражения импликации, чем в обычном вербальном тексте неподдерживаемом невербальным компонентам, визуальным компонентам. По своим наблюдениям я скажу, что именно в социальных сетях именно картинка все-таки имеет, стоит на первом месте, и уже текст, он не так важен, как, например, если бы мы просто читали без каких-либо иллюстраций, да, что-то, вот, и поскольку это все-таки популярно у представителей молодого поколения, то все-таки решающим, да, вот я опять повторюсь, это именно идет на такую интерпретацию, я бы сказал, увиденного, поэтому, да, разница есть. Все равно это мы можем назвать речевой импликацией, да, следуя терминологии Бандарк, потому что речь у нас не только вербальная, но еще и паравербальный компонент, конечно, включает, в данном случае визуализация тоже помогает. Ну, очень интересно, конечно, применять известные классические постулаты, классификации к новым видам текстов, в этом, конечно, актуальность вашего исследования, интересно было послушать, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, коллеги, может быть, еще у кого-то задать вопрос или комментарий. Если нет, то мы помним, что у нас по-прежнему есть возможность общения в чате, и на данном, вот в данный момент, действительно, мы уже можем сказать, что наша повестка исчерпана, и можно подвести некоторые итоги нашей с вами сегодняшней работы. К сожалению, не все заявленные в программе докладчики смогли сегодня к нам присоединиться, но, тем не менее, мы услышали 9 докладов очень широкого тематического спектра, и доклады, которые мы сегодня обсуждали, они демонстрируют связь с многими аспектами, с которыми нас познакомили сегодня наши уважаемые докладчики в рамках утреннего пленарного заседания. Например, мы познакомились с темами, которые могут быть отнесены к области медиа-дискурсологии, о которой нам сегодня очень подробно рассказывала Татьяна Георгиевна Допросклонская, доктор филологических наук профессор. У нас были доклады, которые касались и других типов дискурса, которые может быть не так часто оказываются в центре внимания исследователей. Это дискурсы военно-политические или дискурс искусствоведческий. И тематика, которую вы представили, она демонстрирует не только широту ваших интересов, но и оригинальность и новизну подходов. Причем очень ценно видеть, что серьезностью подхода конечно же характеризуется не только доклады таких признанных экспертов, как Юлия Михайловна Сергеева, доктор филологических наук, профессор, но и доклады молодых ученых, которые делают только первые шаги, но тем не менее эти шаги очень уверенные и перспективы, которые ждут наших молодых коллег я думаю самые позитивные и к этим молодым коллегам у нас сегодня относятся Владимир Михайлович Маевский, Мария Владимировна Листопадова, Любовь Евгеньевна Беляева. У нас была плодотворная живая дискуссия, несмотря на то, что мы оказались все дисциплинированными и жестко уложились в регламент, а ведь именно такая дискуссия, вопросы, которые дают возможность дальше развиваться, которые дают импульс для новых поисков, именно в ней и состоит ценность общения на конференции и хочется выразить огромную признательность организаторам этой конференции филиалу, Одинцовскую филиалу МГИМО МИД России, который несмотря на сложную пандемическую обстановку, дает нам возможности для обмена мнениями и, конечно же, замечательной является сама идея этой конференции, которая принадлежит факультету лингвистики и межкультурной коммуникации и особую благодарность от имени секции хотелось бы выразить в этой связи декану факультета, доктору филологических наук, профессору Валентине Александровне Иконниковой за то, что нам в очередной раз дается такая возможность. Вот что хотелось бы сказать от лица тех, кто присутствует очно на заседании секции и, возможно, дорогие коллеги, у вас есть какие-то наблюдения, пожелания, комментарии. Мы будем рады их услышать. Я бы хотела сказать большое спасибо председателю нашей сегодняшней секции Виктории Олеговне за создание именно той дружелюбной и деловой атмосферы, которую мы всегда ожидаем от встречи коллег и молодых уже более-менее маститых. Поэтому сегодняшняя секция, конечно, была для меня очень интересна. Я очень люблю бывать на конференциях в Одинцово. вот, к сожалению, пока только онлайн, но надеюсь, что в следующем году мы встретимся также оффлайн, потому что всегда это замечательный опыт. Приятно было слушать молодых перспективных ученых, и я всем им желаю безусловно добиться всех поставленных целей, защититься, написать свои диссертации. Так что еще раз большое спасибо организаторам конференции. Дорогие коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, несмотря на то, что наша секция завершилась, день конференции еще не закончился, нас ожидает очень интенсивное пленарное заседание, которое начнется в 17.00 и включает оно, если я не ошибаюсь, целых три доклада. Поэтому мы вас приглашаем на эти доклады и, конечно же, будем очень рады встретиться. К несчастью, онлайн тем не менее увидится. Завтра у нас ожидает очень плодотворный интенсивный день с разными треками во второй половине дня. То есть diversity нам обеспечена, соответственно, финальный второй день будет не менее интересным, скорее всего, еще более насыщенным, чем сегодня. Всем большое спасибо, всем всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...